Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Юрьевич, хотелось бы сегодня остановиться на вопросе о Великой Октябрьской Социалистической Революции, столетии которой празднуют. Ну и поскольку празднуют, да ещё на государственном уровне, то кто только не выступает на эту тему. Я тоже хотел попросить разрешить замолвить слово. Точно ли они празднуют, Михаил Васильевич? Они празднуют победу над Великой Октябрьской Социалистической Революцией. И говорят, всё, давайте примиримся. Мы у вас всё отобрали, все средства производства, землю, и рыбалки уже почти нет. И в лес скоро так просто не пойдёшь. Давайте с этим примиримся. А если братья в мировом масштабе, то как недавно обнародовали, что 8 человек имеет такие же богатства, как половина населения земного шара. И говорят, давайте вот с этим и примиримся. Давайте я вас всё заберу, и вы должны с этим примириться. А вы говорят, нет, давайте я вас всё заберу, и мы с этим примиримся. Так вот как-то. Хотя тут вот всё-таки, когда совершали Социалистическую Революцию, вот так не было. Так не было, что мы у всех вот заберём. А было наоборот, соединим. Иногда, иногда, когда вспоминают о Социалистической Революции, говорят, что, дескать, вот большевики хотели отобрать и поделить. ГТСРы хотели, и это относилось к земле. Что, дескать, давайте мы вот заберём у помещиков землю, а забрать-то надо было. Да и буржуазия против этого даже не возражала. Только сама не хотела вмешиваться. Пускай там кто хочет, отбирает, только не мы. Мы не будем. Поскольку это священная собственность, частная, как мы будем у кого-то что-то отбирать? Сегодня мы отбираем, завтра у нас отберут. Пускай отбирают. И поделить. А большевики объясняли, поделить и будет то же самое. Вот если посмотреть структуру собственности и структуру деревни к 28-му году, вот как и говорили большевики, вот когда всё разделят, то в одних семьях больше мальчиков рождается, в других больше девочек. Девочки выходят замуж, обрабатывать некому. Эту землю начинают сдавать в аренду, а другие начинают её брать. Короче говоря, вот у нас до революции была такая структура социальная в деревне 6% кулаков. То есть 6% людей, которые живут чужим трудом. Иногда не... Вот, извините, перебью. Вот с вашей точки зрения, кулак – это хорошее слово или плохое? Кулак – это очень хорошее слово. Кулак, который крепко держится, крепкий хозяин. Крепкий хозяин. Ничего плохого в крепком хозяине. Поэтому надо различать, кто является кулаком, так сказать, в политико-экономическом смысле, а кто является крепким хозяином, потому что у него все хорошо работают, у него много, так сказать, детей уже здоровых. Ну, было по 13 человек, семьях 11 детей. Конечно, они могли так работать, чтобы и кони были, может быть, мельница была и так далее. Существуют очень точные критерии. Вот сказать, что вот были такие люди в деревне, кулаки, которые не работали, такого не было. Кулаки – это всегда работящие люди. Абсолютно все с этим согласны, никто не будет спорить. Но другое дело, вот живет он преимущественно своим трудом, там, своей семьи. Если он преимущественно своим трудом, и он имеет и наемных работников, и так далее. Но, а, кстати, кто в деревне не нанимает? Я вот весной просил вас помочь мне вспахать. Вы пришли и вспахали, там, за соответствующую плату. А осенью у вас был большой урожай, и вы меня надели, чтобы я лазал по деревьям и вам это все срывал, и так далее. Значит, вы меня нанимали, я вас нанимал. И вот такие люди, которые ни в чем не разбираются, они только сейчас есть. Сейчас они называются очень красивые, дилетанты. Журнал даже издают. Вот кто такой дилетант, который ни в чем не разбирается. И как-то с удовольствием себя называют, что мы вот дилетанты. Вроде как сначала все очень громко звучало, что особое мнение, а не знание. А теперь мы вообще ничего не знаем, и не хотим знать, мы дилетанты. Ну, так вот, дилетанты не знают, что в деревне все друг друга нанимали. Если у тех, кто кого-то нанимал, записывать в кулаки, тогда вся деревня будет в кулаках. Нет. Значит, кулак – это сельскохозяйственный буржуа, то есть, который сам работает, дети его работают, жена его работает. Но количество труда, которое он присваивает, таково, что он гораздо больше, чем труд его собственной семьи. Вот если я присваиваю чужого труда больше, чем затрачиваю своего, я кулак. Если нет, то не кулак. А не по принципу, кто богатый, кто небогатый. Ну, богатство, разное было богатство. Богатство от труда. Что ж в этом плохого? Ничего плохого нет. Поэтому сколько раз я всяких слышал таких заявлений, нытья, вот, кулаков там раскулачивали. Я говорю, вот у вас бы сейчас послали, как 25-тысячников, раскулачивать. Вы бы, наверное, всех туда записали в кулаков. А почему? Потому что вы не знаете. Вот сколько я не проверял. Не знают, кто такой кулак. Не знают. Потому что кулак – это буржуа. Вы определите это. Их таких больше 6% не насчитаешь. И 6% было также их и подкулачников. Нет, в дореволюционной России было 6%. И к 28-му году такая же картина сложилась. И вот кулак уже, как авторитет в деревне, перестал сдавать хлеб. И тогда товарищ Сталин поехал на заготовки хлеба. Потому что никто не мог выполнить план заготовок. Всё останавливается. Индустриализация останавливается. Нормальная работа. Просто потому что хлеба нет. А хлеба нет. А хлеба нет почему? Потому что бедняки давно уже хлеб сдали. Потому что им иначе иметь. Они не сдадут, они ничего не получат. Середняк, он ждёт, как поступит кулак. А кулак, он кроме всяких хлебных культур, терновых, он ещё производил техническую культуру. Он на технических культурах все деньги, необходимые для дальнейшего, получил. А хлеб придержал. Например, что такое техническая культура? Лён. Не все знают. Лён. Конопель. Он из конопли. Как вот нам товарищ Иванов объяснял, что какие-то дураки решили, что надо коноплю всё уничтожать. И мы подписали соглашение мировое. Мы, значит, уничтожаем, американцы не уничтожают. Зачем мы это делаем? Ведь конопля, только один вид конопли, индийская конопля, позволяет делать наркотики. И вся остальная, это пеньку из неё делают, пеньку. Мы больше всего пеньки продавали. Она называется «Беспонтовка». Она называется «Беспонтовка». Беспонтовка, да. И вот теперь, говорит, мы уничтожаем эти посевы конопли, хотя надо, наоборот, сажать обычную коноплю, она подавляет эту самую индийскую коноплю. То есть, вообще, вот если люди-дилетанты, они чё только не наворотят. А вот если не дилетанты разбираются в этом деле, они такие глупости делать не будут. И вот товарищ Сталин решил разобраться. А как разобраться? Поехал в командировку, генеральный секретарь, поехал в командировку. Куда? В Сибирь, где, так сказать, главный хлебный район. И потом оттуда письма слал. Говорит, что я обнаружил, говорит. Я обнаружил, что почему не идёт хлеб? А потому что кулак не сдаёт. А тогда не сдаёт середняк. Глядя на кулака. Глядя на кулака, потому что он авторитет. Так, значит, они играют, кулак играет на повышение цен. То есть, он на спекуляцию рассчитывает. А спекуляция у нас запрещена законом. Я спрашивал у судей, вы почему не применяете закон о спекуляции? Я обнаружил, что эти судьи живут в домах у кулаков. О как. Да, а я спрашиваю, а почему вы в домах у кулаков живёте? А там лучше кормят. И чище. И такое явление обнаружилось. Ну, после моего приезда, как хлеб пошёл. Стали применять эту статью. Соответствующих работников, которые сидели у кулаков и, так сказать, являлись под кулачниками в ранге судей и прокуроров. Значит, от них избавились. Ну, и хлеб пошёл. И после этого середняк стал сдавать хлеб. Всё нормально. Но это вот был момент, 28-й год, который нарушил все предыдущие планы. Медленно подходить к коллективизации. Все поняли, что всё, наступил такой момент, когда надо приступать к коллективизации. Что произошло там? Извините, опять перебью. Что произошло? Отнять и поделить. Лозунг хороший. Отняли, поделили. Да? Это было в 1917 году. Отняли. А почему же стало опять так же? Вот всем крестьянам раздали. А потому что нужно было отнять и соединить. В промышленности-то как сделали? Отняли у средства производства. И соединили по плану ГОЛРО в единое целое. Государственное. В государственное монополие. Вот у Ленина есть определение капитализма нестандартное. Единое капиталистическое монополие, обращенное на пользу всего народа, и потому переставшее быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Не надо ничего выдумывать. Делайте то, что делает монополия. Вот такой государственно-монополистический капитализм создайте на всю страну, а потом его обратите на пользу всего народа и получите социализм. А из этого всё сельское хозяйство выпадало. Надо, чтобы сельское хозяйство тоже было включено в план. Минуточку, для бестолковых опять перебью. Отнимать ни у кого не надо было. Вот земля у помещиков изъята, например, огромные земельные наделы. Дальше их поделили между крестьянами на мелкие наделы. Во-первых, крестьяне просили национализировать землю, поэтому земля не у государства теперь. У государства уже земля передана государством в пользу, в вечное пользование крестьянам. И получив эти наделы свои... Они попали в рыночную стихию, вот это, что сейчас пропагандируют. Рынок всё решит, и в рамках этого и получилось. Опять одни бедные, другие богатые. У восьми человек состояние больше, чем у половины населения земли. И поэтому, конечно, чтобы провести коллективизацию, требовалось вмешательство государства, и побуждения известные, разные были побуждения. Мне, например, рассказывал мой коллега, заведующий, декан экономического факультета нашего университета, Николай Андреевич Моисеенко, мой соавтор по четырём книгам. Он говорит, рассказывал, как в Чернигове, в Черниговской области. Один у нас, участник гражданской войны, председатель Совета, всех собрал по вопросу о колхозах. О колхозах и говорит так. А он заикался, участник гражданской войны, фронтовик. Говорит, кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, против советской власти. Кто против советской власти. Кулаки. Нету? Нет. Записывайтесь колхозов. Все записались. Никакого не было принуждения. А побуждения тут, конечно, было. Другое дело, что кулаки, у которых действительно, которых выселяли, чтобы они, как всякие трудящиеся, как другие крестьяне, сами трудились, и не исклотировали чужой труд. Некоторое противоречие получается. Вы сказали, что они все трудились, кулаки, например. Не было у насилия таких, кто не работал. Но жили они преимущественно чужим трудом. Вы можете, вот, допустим, миллиардер Трамп, что он не трудился, он трудился. Вы считали, неужели его миллиарды – это за счет его труда? В том числе и за счет его. Вот явно он больше нас работает. Как бы мы тут не сражались, и как бы мы долго тут не занимались, и как бы мы тщательно не готовились. Ну, никак вы не можете протрудиться больше, чем шахтер в шахте, которые там гибнут, между прочим, после того, как выработали определенное количество угля. Это известно уже, потому что там опасно и вредно. И там сколиоз, и там филикоз, и там другие болезни. Поэтому больше не… Ну, вот больше шахтеров, если я получаю, значит, уже у меня пошел нетрудовой доход. Это ясно. Поэтому как может быть так, чтобы я получал больше шахтеров? Что такое я сделал? Тем более, ну, скажем, если я возьму себя, то меня, между прочим, пока шахтеры добывали уголь, а я в это время, так сказать, добывал себе знания. За счет кого? За счет этих шахтеров, потому что я жил уже при социализме еще. Значит, я 11 лет учился в школе, потом 5 лет в УЗИ, потом 3 года в аспирантуре, потом кандидатскую засертацию защитил и получил трудовую книжку. А в это время люди добывали это хлеб, масло, сало, яйца, уголь, сталь и так далее. Ну, так я, в общем-то, долг им должен отдавать. Но некоторые мои коллеги говорят, а, вот я теперь буду продавать свои знания. У вас же таких знаний нету. Хотите получить знания? Давайте деньги и большие. Неважно, какие есть программы я делаю или я делаю какие-то книжки. Давайте, хотите мою книжку прочитать? Давайте деньги и так далее. Хотя еще Лев Толстой в свое время избавился от такой манеры. Я сказал, что мои книжки могут печатать кто угодно и сколько угодно, и никого не спрашивай. И он, так сказать, он не только потому самый читаемый, что он действительно великий писатель, еще и потому, что он прекратил эту торговлю, которой бы занялись его уважаемые родственники. Вот, значит, отнять отняли, конечно, средства производства у кулаков. Почему? Это революция в деревне. И что делали? И тоже соединили. Куда? В колхоз. Вот все соединено было в колхоз, коллективное хозяйство. То, что чрезмерно пересоединили, Сталин в статье «Головокружение от успехов» от этого предупреждал. Вот о революции в деревне как-то не говорят, а революция ведь, она как бы две фазы прошла. Одна революция была в городе в октябре 1917 года, а потом была в деревне. А в деревне она в конце 30-х годов. Вот мы в конце 30-х годов, наверное, снова соберемся и будем отмечать столетие революции в деревне. А сейчас, а если она только в городе, то вот Сталин говорил так, что если у вас социалистическая промышленность и частное капиталистическое сельское хозяйство, капитализм был в деревне, то, следовательно, у вас долго советская власть удержаться не может. Вот, поэтому вопрос стоял о существовании советской власти, о продолжении революции, ее надо довести. Но к этому времени уже, конечно, там не рвались некоторые в колхоз, но уже понимали, что все пришло опять к тому же самому, от чего хотели уйти. Пришло опять к тому, что есть кулаки, которые, между прочим, вспарывали животы, и там, сказать, эти кулаки, что так они творили, причем они вошли в селесоветы, пришлось создавать комбеды, чтобы их от этой власти как-то подвинуть, и так далее. То есть, это очень был сложный процесс. И послали туда 25 тысяч рабочих. Ну, как вы понимаете, 25 тысяч рабочих, что они все так сильно разбирались, кто кулак, кто не кулак. Я вот пока не встретил таких людей, с кем я занимаюсь, которые четко и ясно это знают. Не встретил. То есть, это вот, на самом деле, непростая вещь. Комбеды, это, кто не знает, это комитет бедноты. Комитеты бедноты, да. То есть, пришлось создавать специальные комитеты бедноты, а этих бедняков считали, так сказать, необъездольными людьми. Почему они бедняки? А они, дескать, голодранцы, они такие, они сякие. Но вот на них опиралась советская власть для того, чтобы провести революцию в деревне. И вот, когда эта революция была завершена, у нас, можно сказать, завершился переход уже к коммунизму. В первой фазе. Поэтому коммунизм у нас в первой фазе, как мы об этом уже говорили, начался вот с начала, с середины 30-х годов. Возвращаясь назад. Вопрос. Да. То есть, вот кулаки не хотели продавать зерно. Не хотели. По установленным государством ценам. Да. Правильно понимаю, да? Абсолютно. Кулаки сказали, что это слишком низкие цены, а мы хотим денег много. Да. И таким образом тормозили развитие строек коммунизма. Они не тормозили, они, так сказать, его поставили вообще все на грани катастрофы. Да. Для тех, кто совсем тупой, надо, наверное, пояснить, что как только закончилась Первая мировая война, всем было ясно, что она не закончилась. Война. И одновременно говорят, а они не готовились к войне. Как же они готовились, когда коллективизацию проводили из-за этого? Да, да, да. И, между прочим, перешли с 7-часового на 8-часовой рабочий день. Да. Соответственно, стройки коммунизма надо было кормить. Если кому-то кажется, что стройки коммунизма – это что-то плохое, я не знаю, промышленность надо было строить с нуля вообще. Потому что в мега-развитой царской России ничего не было. Как показывают нынешние события, заводы можно и не строить. Да. Можно пользоваться тем, что построено, можно их просто даже и разрушать. И стараться не втуда, а обратно… Это когда они есть. Когда они советские есть. Тогда никаких заводов толком не было. Надо было строить всё заново. То есть кулаки мешали нам готовиться к войне и способствовали тому, чтобы нас физически уничтожили. Объективно. Объективно. То есть я бы не сказал, что вот это они формулировали. У них такой задачи не было. У них задача такая. Это моё. Я это получил. Я это не буду продавать. Всё. Далеко не все граждане понимают, что они вообще в жизни делают и к чему это приведёт. Не только их, но и окружающих. Забота о собственной заднице, извините, она не всегда совпадает с интересами государственными. Так. И вот. И вот теперь, значит, мы возвращаемся всё-таки теперь к началу, собственно, к самой революции. И должны поставить вопрос, а что вот её называют Великой? Вот нет ли тут некой нескромности такой? Вот Россия, у нас Великая, у нас Великая. То ли дело во Франции. Вот там Великая, а у нас? Нет, там тоже Великая. Вот я хотел бы сейчас ответить на вопрос, почему у них Великая, ещё у нас Великая. Великая французская буржуазная революция. Во-первых, она французская. Там не боятся сказать французская. У нас Ленин тоже, они боятся, он говорит, три русских революции. Он там не крутил, не вертел. А тут, говорит, октябрьская, декабрьская, январская, февральская. Русская революция как-то потерялась. А он говорил, три русских революции. Первая революция пятого года. С помощью революции, в революцию пятого года, или перед революцией пятого года были созданы советы. В Иваново-Вознесенске и в других городах, между прочим. Вот зайдешь на четвертую Красноармейскую, я вот так зашел, шел я в дом Плеханова. Поворачиваюсь, написано, здесь вот в 1905 году состоялось заседание Петроградского совета, Санкт-Петербургского совета, на котором присутствовал Ленин в пятом году. Вот это да. То есть, у нас, оказывается, тоже было и в других городах, и так далее. В 17 городах. И кто добился того, чтобы Дума получила буржуазия? Ну, кто это добился? Декабрьское буржуальное восстание, организованное, так сказать, советом, московским советом рабочих, привело к тому, что вынужден был, царь вынужден был издать соответствующие манифесты и учредить Думу. А буржуазия наша, вот я думаю, во Франции, может, она великая была, а у нас была трусливая и ленивая. Но ничего не хотела, ничего не хотела делать, свое не хотела делать, Думу не хотела даже добывать. Хотя были люди из буржуа, которые поддерживали, например, такой Шмидт был, хозяин мебельной фабрики, который, а, во-первых, вооружил своих рабочих, б, купил им оружие и раздал, а, во-вторых, он при буржуазном строе был, вот, во-вторых, он выделил большую сумму денег для большевиков и передал через Горького им, а с ним буржуазия расправилась потом. Как? Как, уничтожила, убила. Да, как это, из нашей, так сказать, овца куда-то забрела, ну, как расправились с декабристами, которые, между прочим, ну, просто правозвязники были, но через какое-то короткое время, царь отменил крепостное право, а с царем никто не расправился. В чем дело, в чем, что случилось? Правда, на него потом покушения были, но и по другой причине, я думаю, а не по этой. Короче говоря, в пятом году была первая русская революция, и в эту революцию рабочий класс России открыл советы. Вот поскольку, как показывает моя практика, не знаю, как и ваша, никто не знает, что такое советы, или мало кто знает, что советы, вот просто слово совет берут, вот вы несколько раз меня спрашивали, я это запомнил, уже не слова ли у вас в этой диалектике? Слова, слова. Вот я хочу сформулировать, чем понятие отличается от слов? Все, конечно, слова, все через слова. Мы иначе как словами, ну, в науке не можем, в культуре, ну, в культуре можно и без слов. Музыкой, значит, созданием определенного, вам сказать, колорита и так далее, тем более в живописи, там слова не нужны. Зачем слова? Там мы передаем чувства. Это такая форма постижения мира, которая идет не в понятиях, а в науке в понятиях. А понятие, том 3 науки логики, это такое бытие, через которое просвечивает сущность. А именно, вот есть бытие, потом мы проникаем в его глубь, это сущность, и когда мы в глубине уже побывали, мы снова выходим на поверхность, и теперь у нас снова бытие, и через это бытие просвечивает сущность. Понятие – это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Хороший человек – это не тот, который вот просто хорошо одет и выглядит так красиво, а тот, у которого душа добрая, и который делами славен. А это, между прочим, вот на него сколько ни смотри, если вы не проникнете в эту, то, хотя иногда вот сущность просвечивает и через глаза, и через лицо. Вот я иногда видно, вот видишь кого-нибудь пожилого рабочего, как-то я однажды на заводе, в Кировском заводе в Тихвине, случайно, дверь толкнул, дай у рабочего. Ну, думаю, сейчас мне дадут. Он так посмотрел меня по-доброму, мне так нехорошо стало, что он по-доброму, а я такой-сякой злодей. Даже я очень удивился, я бы так не смог. Вот есть люди, у которых, вот видно, душа просвечивает через дети, через глаза. Так вот, в этом смысле, что такое советы? Советы – это не слово советы. Слово этим словом называют, что только не называют. Значит, что у нас есть сейчас? Сейчас. Подумаешь, празднуют там 100-летие советской революции. Сейчас у нас, во-первых, есть совет безопасности. Очень рекомендую, это очень важный орган. Там все самые ответственные лица собраны, возглавляет его президент, ну, как раньше политбюро было. Вот он сейчас все, то, что нужно, решает. А потом входящие в него лица проводят через свои органы. Все, что надо. И Дума хорошо проголосует, поскольку там присутствует председатель Госдумы и Совет Федерации, и лидер партии «Единая Россия» товарищ Медведев. Он же и председатель правительства там тоже присутствует. Там, конечно, весь силовой блок, начиная от директора федеральной ФСБ и так далее, и кончая прочими товарищами. Поэтому это ключевой орган. Вот он, это очень важный орган, Совет Безопасности. Так что, у нас советская власть? Нет. Нет. Как нет? Вот Совет же есть в безопасности. А теперь вот Совет Федерации, который изглавляет госпожа Матвиенко. Совет? Совет, это Верхняя Палата. Вот без неё, вот эта Дума может всё угодно предлагать. Если она не пройдёт через Вторую Палату, всё. Всё. Так что это очень... Или даже если, вот, к примеру, президент отказывается подписать, возвращают назад, и вот двумя третями Думы и Совета Федерации, если проголосует, обязан уже подписать президент. С отвращением, но должен подписать. Совет Федерации есть? Есть. Так. А ещё, когда Владимир Владимирович соберёт представителей всех губернаторов, большой-большой стол, так посмотришь, там же, так же в телевизоре, так сказать, не уменьшается. Вот все вместе, все взятые. Это Государственный Совет тоже есть у нас. Ну, я думаю, что Советы, ну, в каждом ВУЗе учёный Совет точно есть. Вот. А потом ещё у нас вот русский народ, он такой же, он любит Советы давать. Страна Советов. Страна Советов у нас в полной мере, так сказать, страна Советов. Ну, говорит, если мы просто пойдём по этой линии слова, то мы ничего не получим. Вот меня недавно спрашивали на тему о том, что вот Ельцину в своё время, давайте, говорит, переход власти от партии к Советам. Я говорю, так это был не Совет, а парламент. По смыслу. Поэтому надо, значит, чтобы власть перешла к парламенту, а парламент мы из танков расстреляем. Это был такой короткий период фашизма в России. Вот Ельцин осуществлял. Потому что уничтожать парламентские учреждения, так, игнорировать вообще решение парламента, пусть он сто раз буржуазный, это фашизм. Ну, он недолго был, поэтому потом объяснили Ельцину, давайте всё красиво сделаем, чтобы Конституция была. Газеты пускай своё пишут, люди пускай своё болтают, а вы делаете то, что вы хотели. У вас там, тем более, советники сидят американские в каждом министерстве, до сих пор ещё они не вылезли окончательно оттуда, особенно там, так сказать, этот блок или, скажем, высшая школа экономики, просто это центр вообще иностранного влияния в России. Мы это в газете напечатали, которая аккредитована в Думе о том, что это центр иностранного влияния. В общем, это все знают, ну и как-то к этому приводят. Может, это считается и хорошо. Русские же они не дотягивают, видимо. Ну, конечно, случайно спутник запустили, потом термоядерные, так сказать, ракеты сделали раньше, чем немцы. Ну, видимо, не то. И вот как они умудряются, что вот всё-таки у них паритет получается и по ракетам, и по ядерным зарядам, а, дескать, всё остальное у них там не получается. И получается, что как вот на простых, на машинах ездить по улицам у них хуже, а как за границу, так лучше. Танки. Говорят, а на чём вы едете за границей? На танках. Последний рост на танках. Да, да. Вот недавно англичане печалились, посчитали, посчитали, на днях прямо, вот вчера я слышал. И говорит, да, говорит, если начнём с России воевать, у нас война продлится один день. Нет. С нашей стороны. На этом всё закончится. Поэтому они как-то загрустили. Из актёра Леонова, а вы в Праге были? Был. С самолётом? Да. Нет, пешком. 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 Так что такое советы? Вот для того, чтобы понять, что такое советы, надо понять, как оно родилось-то. Оно родилось таким образом, что сначала были бастующие предприятия в Иваново. Это был мощный такой крупный промышленный центр. Сейчас там всё разрушили, может, потому что это родина советов, но уж там катком прошлась вот эта перестройка. Там позакрывались предприятия машиностроительные и текстильные и так далее. Но вот именно там образовались органы таким образом. От забасткома направляется в общий, единый орган, совет. По человеку. От каждого забасткома. И этот вот орган, он опирается на силу заводских бастующих коллективов. И поэтому, если там примут решение, это не производитель, этого не делать, не будут делать. И после этого работодатели, нынешним языком выражаясь, Иваново-Вознесенский, они, значит, когда хотели что-то, так сказать, сделать или продвинуть, или напечатать, они шли в этот совет и говорят, ну, надо напечатать вот это. Те посмотрели, это хорошее дело, напечатаем, дали указания фабрики, она напечатала, издательству. Нет, типографию не печатать. Давайте, говорит, каждый со своим предпринимателем будет разговаривать. Нет, 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 говорят, это рабочие, только вот все со всеми, давайте вот мы со всеми договариваться будем, и тогда у нас будет хорошо. И такие советы пошли, 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 пошли по стране, и это вот рождение советов, величайшее открытие русского рабочего класса, с чем мы хотим и всех поздравить в связи с годовщиной этой революции, потому что потом эти советы себя проявили. А как они себя проявили? Они себя проявили таким образом, что они снова родились в 1917 году, никого не спросив. Никого не спрашивали. Вообще у них особенность такая у советов. Их запретить невозможно. Если они появятся, их не остановишь. А если они не появятся, то перспективы какой-нибудь социалистической революции в тумане. Почему? Вот для этого надо, так сказать, прийти к событиям 1917 года и на них немножко остановиться, и прийти к тому, о чем величие сначала французской революции буржуазной. Это была революция, которая открыла последнюю формацию из эксплуататорских формаций. Их всего же три было. Рабовладельческая, феодальная и капиталистическая. Всего три. И вот, значит, французская буржуазная революция открыла эру вот этих революций буржуазных, которая прокатилась по всей земле. И на сегодняшний день нету феодализма и рабовладения нигде, за исключением эксцессов. Ну, там где-то кого-то в рабство продали, там, сексуальное или еще какое-то рабство, или там в Чечне это было. Или фактически как с крепостными обращаются на заводах, есть такие капиталисты, которые не поняли, что они капиталисты, что это свободные люди. Они стараются с ним договоры не заключить, стараются, так сказать, чтобы он вообще был неучченный. Если он заболел, его не за вороты пусть умирает и так далее, это такие факты есть. Но, как вот с правовой точки зрения, все люди свободны. То есть, никакой личной зависимости нет. Смотрите, при рабовладении очень просто все. Демократия, то есть, власть большинства относилась только к рабовладельцам и к свободным гражданам, а рабы не в счет, их там сколько бы их ни в них не считал. Они никакого отношения к власти имеют. То есть, это заведомо власть меньшинства, а название демократия, как власть большинства, а власть большинства кого? Рабов? Нет. Рабовладельцев и свободных граждан. Что касается феодализма, там этот вопрос еще проще решался. Если вы крепостной, то и работаете на оборщине, и у себя потом на участке. А если вы хозяин-барин, вот вы служилый, вы должны с самого начала заниматься военным делом, потому что вы же господствующий класс, должны уметь ловить этих крестьян, должны уметь их возвращать, должны уметь их строить в войсках, пусть они по 25 лет служат. Такая есть песня же очень грустная, как солдат служил 25 лет. И потом он пришел домой и думал, стоит молодая жена его, красавица прямо на ступеньках крыльца. И говорит солдат, значит, значит, ты жена хорошо жила, хорошо жила, не состарилась. А ему отвечает эта девушка, не жена твоя, дочь твоя, а жена твоя лежит в земле сырой. И пошел солдат пить горькую на могилу своей жены. 25 лет служили, и как служили, и как к ним относились, вспомним там судьбу того же самого Тараса Григорьевича Шевченко, который был крепостным, и которого там заставляли и били в армии в царской. Вот, так что там, это самое такое, я бы сказал, честное такое вот общество, честное, вот одни господа, а вот это холопы. Нет, холопы это те, кто не имеет земли, а другие вот крестьяне, они должны трудиться в поте леса своего. А вот буржуазия, почему великая эта вот буржуазная революция, она придумала такую штуку, как вот парламенты. Такая штука великолепная. Это вот наперсочные подношения, по сравнению с ними, это вообще ничто. Посмотрите, вот придумана такая система всеобщего голосования. Лучше, чтобы все голосовали, и всех зовут на голосование, и точно знает, что выиграет кто при этом голосование. Ну, ясно кто. Это могут вам сказать и люди, которые организовывают это голосование. Мы не для того его организовывали, чтобы проиграли. Говорят, вот они специально так делают. Так что специально? Они свободно сделали голосование, честное. А если самое честное сделать голосование, то поскольку мы уже можем сказать с позиции этого же материализма исторического, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если сознание буржуазное, значит, и изберут партии буржуазные. Они победят. И при этом может ваш этот вот противник парламентский быть очень способным, талантливым и так далее, а он все равно будет в меньшинстве. Пример. Вот Ленин. Что слабый политик? Не слабый. Ну и сколько Ленин ваш получил при выборах в учредительное собрание? Второе место. А вот те, которые не Ленины, а у которых мешки, и которые этими мешками распоряжаются, денег, и которые могут обеспечить газеты, средства влияния, используют на избирателей, вот они и получили большинство. Поэтому первым человеком, который на это обратил внимание, на то, что вот это все машина для голосования, обеспечивает диктатуру буржуазии, был Маркс и друг его, Энгельс, что вот это вот все голосование, это вот великое открытие буржуазной революции французской состоит в том, чтобы обеспечивать диктатуру буржуазии. Это вот организационная форма обеспечения диктатуры буржуазии. Отличная форма. И она работает без исключений. Нигде вы не найдете исключений из этого правила. Поэтому те люди, которые наивные, которые сейчас думают, что они на выборах, дескать, социалистической, она, если она настоящая социалистическая партия получит большинство, то она, значит, создаст там свое правительство, но это детский сад. Вот, я напоминаю, события в Чили происходили. Перед этим Альенда, а там была Компартия и Соцпартия, Соцпартия получила большинство голосов. Она потому и получила, что до этого господин Альенда у нас в стране огромное напечатало статью, вот за рубежом был такой журнал большой, красный, написано «Социализм без диктатуры пролетариата». Я думаю, такого надо было продвинуть. Его продвинули. Ему дали возможность, когда он был, так сказать, в парламенте и президентом, осуществлять земельную реформу, потому что чилийской буржуазии неохота было отнимать самой у этих чилийских помещиков землю. А вот это пускай отнимают социалисты вместе со своим Альенда, а когда они отняли, им, так сказать, можно сказать, пинок вооружённый сделал пиночет и устроил там фашизм в Чили. Им тогда ещё раз подемонстрировали, что единственный пример, который вы можете привести, что якобы, а как же, там же ещё корпус карабинеров. Государство разве сводится только вот к этой вот выборной части, а есть ещё армия. Ну, армия себя и показала. Армия – это главный инструмент осуществления диктатуры буржуазии. Чуть-чуть отвлекаясь, а вот есть такая американская, как я понимаю, троцкистка, Наоми Клайн, есть у неё книжка «Доктрина шока». Не читывали? Нет, не читывал. Жаль. Ну, всё, они как-то не успеют запросить. Так, и что же дальше? Вот великое открытие сделали буржуазии, а великое открытие. А Ленин сделал другое, он осознал, что вот рабочий класс России сделал другое великое открытие, что вот советы, избранные по заводам и фабрикам, не по территориальным округам, где деньгами можно решить вопрос, не по территориям, а именно по заводам и фабрикам, от заводов и фабрик, если направляются, то вот тогда это обеспечивает диктатуру пролетариата. А зачем от заводов и фабрик? Что это меняет? А это меняет то, что вот от заводов и фабрик пойдут а, либо непосредственно рабочие, либо те, кому рабочие доверяют в большей мере. Например, Тимирязеву доверяли, он, может быть, от завода. Вот он был депутат Балтики. Депутат Балтики, может быть, и фильм был такой. Так что по фабрикам и заводам проходят одни. А в это же время идут выборы, другое. Вот в одно и то же время, в одной и то же стране, в России, в 1917 году, который мы, собственно говоря, и рассматриваем сейчас через лупу политическую, идеологическую, проходили выборы в учредительное собрание, кстати, которое организовывал кто? Кто толкал весь ход выборов в учредительное собрание? Большевики же, в конце концов, собрались с собраниями. Правительство капиталистическое не занималось этим делом. Оно должно было собрать. Оно занималось, давайте воевать до победного конца, давайте, значит, расстреливаем будем тем, кто не идет, дезертирство на фронте, расстрелы и так далее. Большевики участвовали во всем, все это дело. Но они не наивные люди, они понимали, что через эти выборы вы никогда не получите власть. А вот в это время были советы. С самого начала, Ленин, как они возникли, советы, он говорит, о, вот давайте власть советом будем поддерживать. Если советы возьмут, власть мы за. А ему говорят, так это же и сэр Меньшевицкий. А это не важно, что они, важно, что это советы. Почему? Потому что они имеют, вот тут я отвечаю на ваш вопрос более глубоко. Если это по фабрикам и заводам, вот меня избрали, а вас не избрали. А потом, вы видели, что я вот много разговариваю, а мало что делаю, раз, меня и отозвали. Как отозвать? Очень просто. Собрали конференцию или собрание, отозвали. И послали вас. И не надо никакого дня для голосования, ни праздников не надо устраивать, ни пироги продавать. В любой момент отозвали. И они, поэтому живые органы, говорят, сегодня они эсэр Меньшевицкие, завтра становятся большевицкими. В зависимости от того, как будут себя вести, какие партии, как себя будут вести, например, большевики. Поэтому так и произошло. Потом, когда началось преследование большевиков, и в этом преследовании по существу фактически приняли участие эсэр Меньшевицкие советы, то есть они этому не противодействовали после июльских событий 1917 года. Большевики сказали, всё, пока мы этот лозунг снимаем и занимаемся борьбой против Корниловского мятежа. По просьбе Временного правительства большевики ввели борьбу против того, кто наступал на завоевание какой революции? Буржуазной. Буржуазной. Вот он наступал, вот против него и возглавили это движение большевики, и разгромили Корнилова. Корниловский мятеж. И авторитет большевиков возрос колоссально. Причём не просто возрос, а начались перевыборы советов. И в Москве большевики стали большинстве в советах, и в Петрограде, и в войсках Северного фронта. И образовался мощный кулак. И это вот Ленин пытался втолковать. И вот очень хорошо тут товарищ Яковлев и Егор рассказывал, как он втолковать своим, так сказать, коллегам. Очень хорошо, я считал, очень понятно, и исторически точно, что вот нужно брать власть, раз сложилась такая ситуация. Вот, ну, я к этому мог бы только добавить, что Ленин специально объяснял, почему нужно было брать власть. Потому что это можно проверить, вот не просто послушав то, что здесь говорится, а взять, открыть том 40-й, полное собрание на сочинение Ленина. И там есть статья в начале выбора, учредительное собрание и диктатура Плетриата, где Ленин ставит так вопрос, что поскольку через парламент невозможно прийти к рабочему классу, невозможно установить диктатуру Плетриата, ни при каких обстоятельствах. А с другой стороны, нужно иметь на своей, если управлять Россией на своей стороне большинство, как эту дилемму решить? Нам говорят, вы, говорит, давайте тут вот проголосуйте, будет за вас большинство и берите власть. А мы говорим, нет, мы сначала возьмем власть и с помощью власти завоем большинство. А как мы ее завоем? Очень просто. Мир народом объявим, прекратим эту вот бойню мировую. Кто ее прекращал? Только большевики, больше никто. Они начали все и замирились. Второе, значит, землю крестьянам отдадим, как они просили. Это не наша программа, наша программа коллективизация. Будущее. Но требует крестьян отдать. Так. Фабрики рабочим, рабочий контроль немедленно. И мы привлечем на свою сторону большинство. Так и случилось. Большинство народа было привлечено на сторону большевиков не разговорами, и не выступлениями, не красивыми депутатскими речами, а именно их действиями. Когда? Когда пошли декреты. И эти декреты не просто, а вот декреты о восьмичасовом рабочем дне. Уже явочным порядком люди начинали вводить, а их временное правительство это не поддерживало, не хотело. А большевики раз, одним из первых декретов, установили восьмичасовой рабочий день. И как рабочим не поддержать такое правительство? Поэтому весь вопрос был в том, чтобы не вообще создать власть, не власть партии получить, а власть класса. А для этого надо иметь организационную форму. Потому что одно дело сущность, а другое дело организационная форма. Вот вы пойдете, скажем, на митинг сказать, давайте выступать за диктатуру Петерято. Я не знаю, как-то это не все воспримут. Это глубокий вопрос. Это вам еще надо объяснять, что всякая власть – это диктатура какой-нибудь класса. Например, диктатура рабовладельцев – это рабовладельческое общество, диктатура феодалов, помещиков – это феодальное общество, диктатура буржуазии – это вот вся парламентская демократия, вся эта говорильня, и все эти права человека, про которые Чернышевский говорил, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. И поэтому у нас, например, в современной России, у нас действительно права очень широкие. И у нас каждый, в том числе бомж, имеет право на жилье. Он право имеет на жилье, у него просто жилья нет, а право есть. И с точки зрения, вот как сказал Чернышевский, вот если у вас нет золотого блюда, попросите у меня. У меня тоже его нет, но я найду где-нибудь, чтобы мы могли лизнуть на это самое блюдо. Потому что право-то у нас есть, блюда нет. Поэтому, а у вас право на то, чтобы быть собственником завода, есть? Есть. А завод есть? Нет. То есть, одно дело право, а другое дело реальная возможность. И какую-то чушь, так сказать, несли вроде того, что право на жизнь. То есть, вы родились, оказывается, вам надо еще доказывать, что у вас есть право на жизнь. Кому это в голову такое могло прийти? Это вот входило в декларацию прав человека и гражданина основными составными частями, которые влияют право на жизнь, право на частную собственность, на искание счастья. Вот в любую страну уехать, там, где больше платят, и там, где деньги, там и моя родина. Новая. А не важно, где я родился. Ну, неплохо. Да, вот в соответствии с этим и действует. А чем отличается? Так вот, это была Великая революция. Она такие задачи решила. Это последняя, последняя формация, которая является эксплуататорской. А следующая уже все. Поэтому, вот эти три формации в одном месте Маркс, они соединили в одной, говорят, вот это все вот как бы одна формация, частно-собственническая. Сначала был первобытный коммунизм, потом его отрицание, то есть, рабовладение, феодализм, капитализм, и потом отрицание этого, и возвращение к коммунизму, но обогащенное всем тем, что добыто в рамках эксплуататорской формации, потому что добывали уже многие вещи, и при рабовладении, уже искусство, науки были, и при феодализме построены прекрасные здания. При феодализме это более прекрасное, чем при капиталистах. Капиталисты только за деньгами. Они Исаакия не могли построить, они не могли построить Смольный собор. Все какое-то вот, так сказать, некрасивое, не то, потому что у них главные деньги, а у тех главные одухотворенные, так сказать, какие-то потребности, хотя бы свои, но и другим приятно. Осталось, в Таврический дворец и нам приятно, хотя это вот подарило своему, так сказать, Потемкину Екатерину. Тут у нас и Таврическая улица, тут у нас Потемкинская, тут и Таврический сад, и Таврический дворец. И в нем первый конгресс коминтерно состоялся. Как раз подходящий зал был. А потом было там университет мархизма, ленинизма, факультет партийного хозяйственного актива. А сейчас там ассамбляя страны СНГ. Вот как надо строить, чтобы там не препаразовывалось, а все равно можно все годиться, потому что такое здание и не падает. А если падает, значит новое. А если не падает, значит старое здание. При феодализме построены. Такие стены, так думали. И, наверное, плетьми били тех, которые неправильно положат какой-нибудь кирпич. А сейчас только деньги платят, и все. А потом они уйдут, и все. У нас построили Нью Сталинку на проспекте Энгельса. Дом быстро разобрали, сталинский, и быстро такой же создали. А потом он стал разваливаться. И прямо куски, там здесь точка света, там такой магазин для тех, кто хочет купить там лампы и так далее, абажуры. И прямо от него куски тоненько-тоненько гранита отваливается. Потому что это Нью Сталинка. А при Сталине за такое бы дело точно бы посадили в тюрьму. За такое строительство. Ну вот, что произошло. То есть, произошло то, что сконцентрировалась, сила просконцентрировалась у большевиков в Петроградском совете, в войсках Северного фронта и в Московском совете. Вот в этой статье выборово-учредительное собрание и диктатура Петрограда Ленина пишет, мы не сумасшедшие. Мы понимаем, чтобы управлять Россией, надо иметь на свою сторону большинство. Вот мы возьмём власть, и это большинство у нас получится. Вот мы взяли власть и получили его. И получили. А деревня шла за городом и пойдёт за городом. И она и пошла за городом. И началось триумфальное шествие советской власти. Что объявляли большевики? Берите, создавайте советы, берите власть сами. И всё там решайте сами. И пошло это, как грибы по всей стране, так это и называется триумфальное шествие советской власти. Уж более демократической формы нет. И даже потом Ленин писал, что в чём демократичность? В том, что можно отозвать любого. А если я могу только вас избрать, я не могу отозвать, чтобы вы потом не королесили, то извините. Это никакой не демократизм. Я сейчас буду что-то творить, пользуясь парламентской неприкосновенностью. Собственно, за этим туда и шёл. Вот, а за этим туда и шёл, потому что, значит, там мы видим одного потом забрали, который, оказывается, убивал другого, нашли. А другие, вот некоторые, так и остались нетронутыми, потому что очень неохотно Дума даёт согласие. Потому что сегодня вас, завтра меня, давайте вот лучше не будем давать. Ну уж, когда уж совсем накопает много Следственный комитет, то дают согласие. Но, в принципе, имеется парламентская неприкосновенность. То есть, Советы – это органы, избираемые в трудовых коллективах. Закрепил ли это где-нибудь Ленин? Вот это обстоятельство, вот это понятие Советов. Надо сказать, что время было, наверное, такое, что не очень закрепил. То есть, в Конституции, если будете читать Конституцию, 18-го года, там написано так, в деревнях избирают один человек от 125 тысяч жителей, а в городах от 25 тысяч избирателей. Ну, избиратели могут быть, то есть, или заводские, или жители. То есть, тут возможность создана, но прямо не указана. Но, была инструкция потом издана, в своё время. Инструкция вот в книге нашей с профессором Казёновым, Советы как форма власти, она привела, вот я вам её принёс, она приложена, эта инструкция, там расписано, как избирают, сколько, как проводятся собрания по фабрикам и заводам. Ну, вот где Ленин это закрепил? Во-первых, он это закрепил на Первом Конгрессе Коммунистического интернационала, чтобы весь мир знал, как надо создавать диктатуру пролетариата. По сущности, а по форме не надо, по форме должна быть советская власть. И надо различать форму и сущность. Форма – это одно, форма существенно, конечно, а сущность формирована. Поэтому давайте и всё равно надо различать. Одно дело, во что я одет, а другое дело, что я сам по себе представляю в глубине. И вот он в докладе, тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата на Первом Конгрессе Коммунистического интернационала 4 марта 1919 года, через два года после этого, Ленин писал, то есть он как бы тоже отмечал летие революции, но двухлетие, а мы – столетие. Но нам бы пора уже и узнать тоже, в чём особенность величия советской демократии или советской власти. Старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно масса трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, то есть диктатура пролетариата напротив, построена так, чтобы сблизить массу трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти, чтобы вы не только напринимаете, а потом я буду выполнять. Давайте мы, те, кто будет выполнять, пусть и принимают. А то у нас всё время получается, что, скажем, даже судебных решений было принято гораздо больше, чем могут выполнить судебные исполнители сейчас. Завал. Служит соединение законодательной и исполнительной власти при Советской Организации Государства и замена территориальных и избирательных округов производственными единицами, каковы завод фабрика. Это было предложено на самом высшем коммунистическом собрании, которое только может быть. Это первый конгресс коммунистического интернационала. Вот все, кто были верны, идея диктатуры патриата, очистились от второго интернационала, который стал состоять из предателей, которые погнали свои народы на войну, и из этого второго интернационала товарищ Липкник только поднял руку в германском рейхстаге и пошел на каторгу. И наши русские члены Госдумы, прошедшие по рабочей куре, подняли, и все вместе поехали тоже в Сибирь. А все остальные пошли в правительство, а голосовали все против империалистической войны, до войны. А во время войны они решили, что зачем я поеду куда-то в Сибирь или в другие места, когда я могу пойти в правительство и там хорошо и тепло жить. В ленинской программе РКПБ, это высший документ, высший нету для партии, а следовательно правящая партия, то и для страны, было записано советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Завод, вот скажем, Кировский завод имел четырёх депутатов городского совета нашего. Ну, вот кто-то там устал или там перестал думать о товарищах и рабочих, он раз его отозвали, собрались, отозвали, другой пришёл. Какая вам разница, вот если вы сидите на заседании городского совета, кто пришёл с Кировской заводы? Вчера сидел я, сегодня меня там уже нету, сидит другой, а где Михаил Васильевич? Ну, Михаил Васильевич ему решили дать отдохнуть, слишком много разговаривать, и всё, ещё проблема. И вот величие советской революции, что она создала такую организационную форму, которая позволяет бюрократов, негодяев, прихлебателей, хвостунов, бездельников выбирать вниз, 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 а если её, эту форму не использовать, весь аппарат, ну, все же стремятся, карьеристов же много, при всякой власти есть карьеристы, они чем только не прикрываются, идут туда. Если этой системой не будет отзыва депутатов, то она зарастёт. Но вот, к сожалению, так получилось, что несмотря на то, что это вот написано прямо в программе партии, в 1936 году была принята конституция, которая по существу, по форме советы, а по существу означало переход в территориальную систему управления. Правда. Выдвигать могли только трудовые коллективы. Это, конечно, очень важно, это раз. Во-вторых, партия была пролетарская, она в системе диктатуры и прятая ключевое место. Там была с армией, суды, прокуратура и так далее. То есть, много элементов входит в систему диктатуры и прятая. Но вот это вот звено, связанное с выборами, оно, к сожалению, вот по ошибке выпало. Почему по ошибке? Потому что можно было это поправить. Например, у товарища Сталина во всех произведениях, вот, «Вопросы ленинизма». Некоторые даже называют это «Вопросы сталинизма», эту книгу. Так часто издавалось. Вот это цитируется положение, которое я только что прочитал. И никогда он против него не выступал. Скажем, я сегодня выступаю в виде человека, который, видите, разъясняет. Но я честно должен признаться, что я сам до этого не додумался. Я прочитал сначала Ленина всего и не обратил на это вообще внимания. Внимания не обратил. И вот сижу в Москве на конференции, вдруг профессор Сергеев рассказывает это, заведующий сектором методологии Института экономики Академии наук СССР. Потом он у меня оппонентом был по докторской. Рассказывает, что вот что такое советы, что советы, которые по элективам, по фабрикам, вот там, где там и избираются. То отбирает, то отзывает. А если не отзывает, вот что у нас происходило, начиная с середины 30-х годов. У нас зарастал государственный аппарат вот теми людьми, которые продали и предали социализм и советскую власть. Под лозунгом советской власти они советы, слово, как говорится, говори халва-халва, от этого слаще не станет. Они не выступают. Может, они и думали, что они на самом деле строят советы и создают советы. Охотно верю, потому что, я еще раз повторю, я, например, не заметил. Когда мне товарищи сказали, а найдите у Ленина, где у него про это что говорится, я сразу нашел. Я нашел и удивился. Это вот был период, когда мы создавали Объединенный фронт трудящихся СССР и такая книжечка вышла. И там эти все выдержки Ленина есть. В частности, Ленин пишет, советская власть, вот что значит на деле диктатура рабочего класса. В статье «Очередные задачи советской власти» дается чеканная диалектическая формулировка. Советская власть есть ничто иное, как организационная форма диктатура пролетариата. То есть, форму вы уберете, диктатура сразу не упадет. Но она ослабнет. Можно вернуть, а можно продолжить. А можно продолжить, а как продолжали? А стали записывать прямо партию в руководство в 1977 году. Что, дескать, вот зачем вы это записываете в Конституцию? Боритесь за это? Потом была попытка со стороны Зиновьева установить диктатуру партии. И вот Ленин говорил же, что надо все вопросы сначала в партии решить, потом выносить их на обсуждение общественности, рабочих коллективов и так далее. Давайте прямо скажем, диктатура партии. И Сталин очень решительно против этого выступил. Говорит, так вы как хотите поставить вопрос? Если диктатура партии, то значит рабочий класс должен служить партии. А диктатура рабочего класса, это значит партия должна служить рабочему классу. Если вы ставите вопрос, что рабочий класс, то вы прямо противоположным образом ставите. Это прямо противоположная позиция, противоположная диктатура пролетариата. Вот вы тогда противники этой диктатуры пролетариата. И с этим противникам пришлось и расстаться. Но с ними расстались вот с яркими такими противниками. А так с теми людьми, которые не хотели служить рабочему классу. И сейчас не хотят. И даже ходят с партийными коммунистическими билетами. И входят в числе левых. Где сказать, мы вот, мы за, там, мы за социализм, за коммунизм. И шарф у нас на родовластие. Я вот удивляюсь, почему шарфом-то ходят на родовластие. Хотя на родовластие это лозунг Ручевский. Не может быть государство народное. Оно либо народное, тогда уже оно не нужно. То есть, все, классы исчезли. Либо оно еще остается, но тогда оно какого-то класса. Какого? Ну, рабочего класса. Оно может исчезнуть только как государство, диктатура рабочего класса. Оно и так уже полугосударство, как Ленин писал в «Государстве революции». Нет того класса, который надо подавлять. Но есть действия, враждебные интересам рабочего класса, со стороны в том числе и рабочих. И в том числе и со стороны нерабочих. Поэтому надо понимать, что с этими враждебными действиями должна идти борьба, и всякая, можно даже сформулировать такую тезис, что всякая власть подавляет своих противников. А подавлять – это от слова давить. А давить – это будет по-английски пресс. А подавлять – это репресс. Можно так вот сформулировать, что всякая власть, всякое государство репрессирует своих противников. Рабовладельцы репрессировали рабов? Репрессировали. Феодалы репрессировали? Репрессировали. У нас таких слов никто не знает. У нас репрессия. Буржуазия репрессировала. Посмотрите, как Д'Антон, Марат, Робеспер. Вот, наверное, поэтому убрал губернатор эту набережную Робеспера. Теперь он нас... Потому что он репрессировал врагов буржуазной власти. Я считаю, это неуважение к буржуазии французской. Ну, как взять Робеспера. Я вам страшно скажу, что в настоящее время... Что, Марата уберут улицу? Да, она называлась раньше Грязи. Я считаю, надо вернуть замечательное название. Грязи. Наверное, Грязи. Грязи. А как же память-то о великой буржуазной революции? Я вот за то, чтобы сохранить. Это же прогресса. Такой колоссальный шаг вперед. Аналогично. Колоссальный. Равно как и улицы... Так вот, наша революция советская. Наша революция советская. Можно я еще выкрикну вдогонку? Например, любое государство, оно еще и подавляет, например, уголовную преступность. А потому что уголовная преступность, она противоположна в своих действиях интересам рабочего класса. Потому что рабочий класс утверждает, что надо жить своим трудом, а они хотят у вас что-то украсть. А если украсть, значит жить чужим трудом. Так вот, как только все заходят в лагеря и в тюрьмы, имейте в виду, что они сейчас набиты репрессированными. Государство их непрерывно репрессирует. Ну а как? Идут широкомасштабные репрессии. По ночам по городу мчатся фургоны с надписью «Хлеб», а там визжат уголовники. А можно я вам добавлю, а если вы вам выплатили зарплату, а вы рабочий, а потом эту зарплату у вас начинают отнимать с помощью инфляции. Так так. А это что такое? Знаете, как с кошками некоторые детки обращаются мясо на ниточку, и вот вы проглотили, и обратно так оттуда тащить. И так вот с народом пытаются. Это разве не репрессирование трудящихся? Можно сказать и так. Это же подавление. Я вам дал деньги, и тут же отнимаю. Ну как вы со мной вообще поступаете? Мы же с вами этот вопрос разбирали. Есть производительность, что растет, затраты снижаются. Есть все условия для того, чтобы понижать цены. И на кое на что и снижаются. Вот, например, на некоторые острова, на некоторые дома. Очень богатое уже снижается. На некоторые предметы компьютерные, так сказать, промышленности и так далее. Во всяком случае, картина выглядит следующим. В чем величие советской нашей революции? В том, что она установила организационную форму, новую, доселе невиданную, всемирного значения. Потому что это, это то, что является не просто, как говорится, российской национальной формой. Это в России добытое. Это открытие русского рабочего класса. Но это то, что нужно для установления Всемирной Советской Республики. Говорю, я управляю пролетариатом всех стран. Вот она уже готова. Поэтому идет вот процесс. То, что потерпело поражение революции в России, ну, это временно, во-первых. Во-вторых, это не всеобщее поражение. Китай крупнее России. Одно Китай вырос на нашей революции. Вьетнам при нашей поддержке. Куба при поддержке Советского Союза. Корея то же самое. Единственное, что вот Лаос вроде так вот непосредственно, мы Лаосом не занимались. Наверное, там близлежащие государства социалистические ему помогали. Это же дело, вот оно делает революцию. Идет. И в том же самом Китае 13 миллионов, вот в этом году родилось только новых детей. 13 миллионов. То есть, количество людей, которые живет не при капитализме, не при плодатарском строе, увеличивается. А вот небезызвестный Фукуяма объявил конец истории. Так сказать, вот буржуазная формация, это конец. Все. Потом он уже от этого сам отказался. Понял, что не выходит. На мой взгляд, с творчеством Фукуяма интересуются только граждане, которые вообще ничего не понимают, поэтому он для них авторитет. Не, но он уже отказался от этого. Молодец, да. А раньше мозги парил окружающим. А те, что он отказался, не все знают. Ну вот величие, значит, в чем пролетарской нашей русской революции? В том, что она кладет конец системе эксплуатации, которая существовала, начиная от рабовладения и включая буржуазную эксплуатацию. И открывает эру ликвидации эксплуататорского общества и создания общества трудящихся. И вот это действительно великая, гораздо более великая, чем великая французская буржуазная революция. Потому что она только меняет форму эксплуатации. А здесь, а здесь речь идет об отказе. И поэтому так все набрасываются на нее. Хотя уважают. Нельзя не уважать. Великая она все равно, всем приходится. Это же сила. Поэтому неважно, какая у нас власть. Власть вынуждена считаться, в том числе с настроением людей. Тем более, эти люди уже пожили при этой вашей буржуазной власти. Нахлебались уже этого всего. И говорят, что при советской власти мы не так бы жили, а лучше. И вот самые, что ни на есть, отъявленные антисоветчики, я их слушаю, особенно на эхо Москвы. Особенно те, кто дилетантами себя величают. Они при этом по всем вопросам выступают. Им ничего не надо изучать. Они же знают заранее уже все. Тем более, мне не высказали и все. Как только заходит о советской литературе, о советской песне, о советской культуре, о советской живописи. Сейчас вот будут выставки во всем городе, исторические. И в наших музеях прекрасные. Выставки советского периода. Куда денешься? Ну, а если что касается нашего... Слушай, очевидно, что все это было вопреки. Да, вопреки товарищу Сталину и товарищу Берию, который отвечал за ядерную программу и за ракеты, создали эту самую ракетно-ядерную индустрию. Мне все время, вы знаете, я их когда слушаю, вот я в свое время, да и сейчас еще... Нет-нет, да и поинтересуюсь. Например, была такая страна Кампучия. Она, Камбоджа, да? Где действовал выпускник Сорбон... Палпот. Да. Вы знаете, кто такой Палпот? Это сокращение от political potential, то есть, это политика возможного, это не имя. На самом деле, его звали не так. Ну, самое главное, что это был выпускник Сорбонный, где они там изничтожали население в каких-то странных, совершенно там чудовищных позывах. И провокаторы. Соединенные Штаты им, кстати, деньги за это платили. Замечательно у них там все получилось. Я туда съездил, посмотрел. Там вообще прекрасно. То есть, вот эти люди, которые тяпками других людей забивали там до смерти, они все вместе живут. Никто, никому претензий не имеет. По-большому счету, буддисты, по всей видимости. В общем, там ад на земле, а наша, это самопровозглашённая интеллигенция, я с интересом за ней слежу, она всё время нам рассказывает, что она вот жила примерно так же. Их тоже там чуть ли не тяпками убивали, и они непрерывно пытаются... Не-не-не, они сейчас честно рассказывают, что они против советской власти выступали. То есть, они правильно рассказывают, а, соответственно, советская власть должна была с ними поступить, как с врагами советской власти, и с врагами государства, то есть, репрессировать. То есть, они, я думаю, чем больше они откровенничают, тем больше они доказывают, что всё делалось в целом правильно. А вот то, что никогда не бывает всё во всём правильно, это всегда... Или вы какую угодно, Сталин объяснял, вы какую угодно политику не проводите, будут всегда в этой политике не те, при проведении этой политики, не те действия. Так вы что, будете неправильную политику вести, или будете бороться с ошибками при проведении правильной линии? Вот всё-таки вы решите для себя. Всё-таки Сталин должен проводить правильную линию и бороться с перегибами, с искривлениями и так далее. А сейчас некоторые люди с советами берут неправильную линию, и тогда что-то правильное при этом может получиться. Я согласен. Ну, я завершу про этих граждан, что они непрерывно пытаются изобразить, что они тут жили в каком-то вообще невыносимом аду. Ничего подобного не было. Жили прекрасно. Советская власть для вас организовывала союзы писателей. В них были дома отдыха, зарплаты за то, что ты книжки пишешь. Это не их были, это были общественные, а им хочется свои. Да, так точно. Вот в чём дело. Вот этот ужас, который они пережили, никакого ужаса там не было. Если посмотреть, сколько у вас в лагерях и тюрьмах судей сидело, откройте данные, не надо, я лыпала, откройте данные, мы посмотрим, сколько у вас сидело. Вон, гражданин Земсков, яростный либерал, погрузился в архивы. Хорошо, что несмотря на то, что либерал сумел сохранить в себе честность, и почему-то цифры опубликовал, мягко говоря, странно. Да. Занимались тем, за что, собственно говоря, были наказаны. Я бы вот предложил нашим власть, нашей власть придержащей, как это правильно говорить, не знаю. Властям придержащим. Она власть придержащая. В Библии так написано. Да? Хорошо, тогда ей. Вот. Я бы вот предложил, в конце концов, вот столетие, да, уже и перестройка позади, и все вот эти бури позади. Давайте уже откроем архивы, давайте посмотрим, кто, кого, как. А уже было, помните, вот в Ленинградской правде кричали люди, давайте, говорит, фамилии называть. И как начали печатать, сразу публика сказала, не надо больше печатать и фамилии называть. Да, это тоже интересно. Говорят, не надо, говорит, не надо больше печатать. Это уже было. Поэтому они... А теперь надо заново довести дело до конца. Да, мы загласны. Мы загласны? Естественно. Я считаю, вот с моей точки зрения, главный плюс перестройки, вот лично для меня был, в открытии, так сказать, различных информационных ворот, из которых вот я могу почитать про это, теперь могу почитать про то. В Советском Союзе мы в этом деле были. Не знаю, у меня такое было впечатление, что ни каких-то у меня ничего не закрывалось. Если хочешь, читай, не хочешь, не читай. Я не видел никаких барьеров. Вот, например, вражеские книжки я читать не мог. Их в стране не было, и они сюда не поступали. Ну, поскольку я для себя решил, что я сначала прочитаю Ленина, потом буду вражеские читать. Пока я дошёл после Ленина, они вражеские открылись. Это другое совсем. Я не про то, что вражеские книжки всё нам показывают, как на самом деле это не так. Они просто показывают под другим углом и с другой точки зрения. И весьма замечу специфически. Но для меня эти информационные шлюзы, лично для меня, это главное достижение, если его можно так назвать. А теперь давайте доведём это до логического конца. Мне интересно, что же было на самом деле? Если, условно, вы не открываете архивы и не говорите, что было на самом деле, значит, тому есть какие-то веские причины не говорить, что было на самом деле. Ну, давайте как-то постепенно возьмём науку. Пусть наука нам расскажет, например, кто такие были кулаки, почему они были кулаки, что вообще в себе содержит понятие кулак, почему получилось. А вот о Вечном Зове хорошо, Анатолий Иванов рассказал. Замечательно. Замечательно, да. А вот я знал Ваганова такого. Начальник был главного архивного управления, он по поводу этой книжки, говорит, вот Вечного Зова, говорит, я не представляю, как вот писатель мог так глубоко это всё показать. Он же показал там не переходный период, а при социализме, а фигура Полипова, этого негодяя, который стоял на партийных советских постах. А фигура Лохновского, которого непрерывно цитируют, как он там излагает план. И бедного этого КГБшника, который, ФСБшника, который запутался, потому что никак не понять, почему так, почему происходит. А вот тут как раз не хватало теории, так сказать, диалектики и противоречий. Потому что ему казалось, что хорошие люди не могут делать неправильных поступков. А если они делают неправильные поступки, то они не хорошие люди. Нет, это не так. Всё это сложнее. Ну, Дмитрий Юрьевич, я думаю, что это, так сказать, как бы такой большой вопрос. Поскольку я уже одну ошибку сделал в прошлый раз, так сказать, что-то многое наговорил. Боюсь, что меня это как по принципу советов... Темы, Михаил Васильевич, увы, необъятные. Но я надеюсь, что мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть будем продвигаться. Капля камень точит. Спасибо большое вам. Вам спасибо, что находите время рассказать. Спасибо. Спасибо вам. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!